Уютный камерный зал «Семь нот» расположился в здании налоговой инспекции. Теперь там будет работать детская филармония. Для любителей музыки разработано шесть абонементов, и каждый таит в себе изюминку. Пока все карты мы раскрывать не будем и расскажем только про первый. В рамках абонемента номер один бойтесь с нами, перед вами, уважаемая публика, представят воспитанники хоровой школы мальчиков и юношей нашего города. Но изюминка сегодняшнего концерта состоит в том, что перед вами выступят только младшие и средние ступеньки. Несмотря на то, что перед зрителями предстали совсем юные участники, они уже пополнили свою копилку первыми победами. Хор первоклассников под руководством Татьяны Преображенской буквально на днях занял первое место в конкурсе «Весна идет, весне дорогу» в городе Твери и получил возможность выступать на большом галоконцерте. Мы с околами смотрим, горнами мы горим, Также в концерте приняли участие старший хор, руководитель Юлия Грязнова. Выступление ребят было очень важным, практически генеральная репетиция, ведь уже сегодня они отправились на областной хоровой конкурс, который проходит один раз в четыре года. На отборочном туре они показали отличный результат и заняли первое место. Но удивительным стало выступление самых-самых маленьких воспитанников школы. Хор «Колокольчики» руководитель Наталья Петрова. Малыши в силу возраста не могут принимать участие в больших конкурсных концертах, но это не мешает им пробовать себя вне конкурсной программы и завоевывать сердца зрителей. Воспитанники хоровой школы дарили в этот день только счастье присутствующим. Хоровое пение в современном мире считается брендом, и его активное развитие в нашем городе приветствует художественный руководитель хоровой школы Наталья Махновская. Я хочу, чтобы в нашем городе было как цветы на каждой клубе, насаждено хоровое пение. В каждой клубе должно быть хоровое пение. Один концерт закончился, но не за горами другой. 28 марта в 18.30 в камерном зале «Семь нот» пройдет концерт хора Тверской академической филармонии «Русский портес». Билеты можно приобрести как в день концерта, так и заранее. Продолжение следует... Продолжение следует...